Пришло время для Слова Божьего. Хочу верить, что сегодня, не только сегодня, я вообще верю, что Слово Божье, оно живодейственное, и оно приходит ко времени. И сегодня то время, когда нам нужно слышать то Слово, которое мы слышим. Аминь. Только не забудьте, друзья, пожалуйста, напомню вам, напомню, для тех особенно, кто предал анафеме этих самых социальной сети, выведите их из анафемы на время, поделитесь с собранием, а потом опять предайте их анафеме на время служения. Можно, так можно делать, я знаю. Итак, давайте помолимся и будем слушать Слово Божье. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, Боже, мы сегодня благодарим Тебя, мы любим Тебя, славим Тебя, величаем, Господь, превозносим Тебя, драгоценный. И, Боже, сегодня это собрание, оно строится вокруг Тебя, оно созидаемо Тобою, вокруг Тебя. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты сегодня говорил в наши сердца. Говори, Господь, в самую глубину наших сердец сегодня, туда вот, в глубину сердца, Господь, там, где вот есть эти наши, у кого-то заборы, у кого-то препятствия, у кого-то свои, там, какие-то доктрины, у кого-то свои башни мы выстроили. Мы сами себе настроили, и за ними сидим и сражаемся, сражаемся сами с собой иногда. Господь, я прошу Тебя, проникай туда, пусть Слово Твое проникает, и в благодати Твоей пусть оно растворяется, наполняя наши сердца Твоей истиной. Во имя Иисуса Христа, аминь. Итак, друзья, хочу сегодня прочитать вам одно место из Писания, а потом, или давайте, наверное, хочу так, хочу проповедовать сегодня на тему. Тема проповеди звучит сегодня следующим образом, юродство веры в тяжкие времена. Юродство, кто знает, что означает слово юродство? Безумие, сумасшествие, то есть неформатность, вот так бы я сказал, наверное, знаете, такой красивым словом, неформатность, то есть, когда все пришли на вечер, знаете, когда все пришли на пляжную вечеринку в шортах и там в купальниках, а ты в смокинге. Юродивый, юродивый, понимаете, вот ты юродивый в этот момент. Или наоборот, когда все на свадьбу пришли в смокингах, а ты приходишь в шортах и тапочках и говоришь, так, а где купаться? Юродивый. Вот, друзья, я хочу, чтобы вы понимали, тяжкие времена, они несут свой определенный отпечаток. Кто из вас когда-нибудь видел человека, который проходит сложные времена? Видел кто-нибудь? Как обычно эти люди ходят? Вот покажите, какая у них походка, лицо, положение тела, какое? Угрюмое. Вот, друзья, а Библия говорит нам, радуйтесь, еще говорю вам, будьте юродивыми. То есть, вы понимаете, что еще раз, в тяжкие времена, друзья, есть вещи, которые несопоставимы будут с этими тяжкими временами. И одна из этих вещей, вот такая вещь, которая может выглядеть как юродство, то есть как безумие, как сумасшествие в эти дни, это как раз вера. Сегодня я хочу об этом говорить, и сегодня я бы хотел, чтобы каждый из нас, мы попробовали одеть это на себя. Знаете, я один, сейчас скажу, это был 2003 год, мы в 2000 женились, 2003 год. В 2003 году я впервые пережил, вот прям такую реальность, реальность пережил того, что, расскажу вам одну историю, в общем, давайте так. Мы поехали в Швецию, и у нас это я тогда назвал наш медовый месяц, три года спустя, ну, неважно, суть не в этом. Мы поехали в Швецию, и я впервые столкнулся с тем, что ты заходишь в общественный туалет, и там пахнет, ну, там не воняет, там пахнет. Кто-нибудь летал когда-нибудь турецкими авиалиниями, Turkish Airlines, кто летал? Если летали, вот я впервые увидел, ты заходишь в турецкие авиалинии, там стоит, это не бизнес-класс, просто туалет. Там стоит такая вот, этот самый, ну, не стаканчик, емкость с водой, живая роза, и на выбор там два или три парфюма. Отдельно для мужчин, отдельно для женщин, просто в туалете, не бизнес-класса. Знаете, я уже не говорю, там, о креме, там, для рук, и так далее, и так далее, ну, все, прям вот, все. И вот, знаете, заходишь ты в шведский туалет, там так классно было, так хорошо. И я впервые испытал это чувство, вот я не знаю, вы сейчас поймете, когда ты выходишь из туалета, и такой приятный шлейф за тобой. Я говорю, приятно именно. А потом мы возвращались в Украину, мы пересекли границу, и захотелось в туалет. Я вышел и зашел в наш туалет, где известью посыпают, помните этот момент? Хлоркой, хлоркой, да, не известью, хлоркой, хлоркой посыпают. И знаете, я там сидеть не захотел. В общем, чтобы вы понимали, я вышел оттуда, и за мной тоже шлейф. Ну, там опасно, да. И за тобой тоже шлейф. Я вот тогда помню, сравнил, я понял, что по-разному бывает, разные шлейфы бывают. И вот знаете, когда мы одеваем на себя Слово Божье, Библия говорит, что наша душа, наша жизнь, она должна наполняться ароматом. За нами должен быть шлейф, шлейф того, что ты слышал на проповеди. Чтобы на следующий день, когда тебя спросят, а чем ты пахнешь, ты скажешь, по-моему, там про Иисуса что-то говорили. Друзья, надо одевать на себя проповедь. Вы понимаете, проповедь надо на кого одевать? На Аню Еременко, правильно. Чтобы она святее была, чище, добрее, уживистее со всеми, да. Это шутка, конечно. На себя одевать надо. Одевайте на себя эту проповедь. Поэтому сегодня, друзья, я хочу вам проповедовать такую вот проповедь из сердца Божьего, которую я бы советовал одеть на себя. Итак, давайте прочитаем. Третья книга царств. Мы прочтем одну историю. Третья книга царств, 17 глава, с 10 по 15 стихи. Интереснейшая история, к слову. И встал он, это речь идет об Ильи, и встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина, вдова, собирает дрова. И подозвал он ее. Мне, кстати, вообще, я когда читал эту историю, она мне вообще напомнила. Мы вот ездим иногда, там бывает с капелланской миссией на восток, вообще прямо похоже. Выходишь, люди ходят, там рубят эти самые кусты, дрова. Правда такой? Есть, да? Рубят, собирают дрова на улицах. Ну, там не завозит никто дрова, там ей дрова не работает, программа. Там некому возить. Там они ходят, собирают все, что есть. Вот. И подозвал он ее и сказал ей, дай мне немного воды в сосуде напиться. Одиннадцатый. И пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед ей и сказал, возьми для меня, мне так хочется вставить здесь, еще и кусок хлеба. Вы знаете, вот, и возьми для меня и кусок хлеба в руки свои. Она сказала, жив Господь твой, Бог твой. У меня ничего нет печеного. А есть только горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот, я наберу полено, два дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем. Отметьте себе слово умрем. Прекрасный план. Не, ну, шикарный план. Представьте у человека. Так, надо пойти это, это, это. Съедим и умрем. Помните, я вам рассказывал историю. Я был однажды на встрече одной христианской. Я сижу, молчу, слушаю, все рассказывают. Говорят, ну ты что-нибудь скажи. Я говорю, а что сказать? Ну хоть что-нибудь скажи. Говорю, ну мы все умрем. Говорю, ну это точно достоверный факт. Говорю, мы все умрем. Смешно, конечно, было, но зато все развеселились. Вот. И вот она, смотрите, такую же идею выдвигает. Съедим это и умрем. Давайте дальше. И сказал ей Илья, не бойся. Пойди сделай то, что ты сказала. Но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне. А для себя и для своего сына сделаешь после. Знаете, такой вот хитрый еврейский служитель. Вам сложно. Пожертвуйте. Я слава Богу, пока такого не добавляем, друзья. Далее. 14. Ибо так говорит Господь Бог Израиля. Мука в катке не истощится и масла в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. 15 стих. И пошла она и сделала так, как сказал Илья. И кормилась она и он и дом ее несколько времени. Смотрите, друзья. Я вообще, знаете, я люблю, когда я читаю что-то, я всегда рисую себе картину. Я стараюсь погрузиться так, знаете, вот в эту картину. Я представляю себе эту картину. Представьте, вот действительно мудрый еврейский служитель, пророк, говорит ей о том, что... Она говорит, я пойду, у меня осталось чуть-чуть, сделаю, съедим и умрем. Он говорит, хорошо, ты не умрешь, что-то, то, говорит. Но вначале, прежде чем сделать то, что ты говоришь, пойди сделай мне. Говорит, и вот как бы я сижу, знаете, вот погружаюсь в этот образ, я просто представляю, я могу представить мысли этой женщины. Она, наверное, думала, слушай, вот это просто человек решил развести меня на моей смерти. Я и так умирать буду уже. А он говорит, давай быстрее, как бы я тебя подтолкну. И знаете, я скажу вам так, друзья, когда приходят тяжкие времена, в принципе, мы все очень падки. Человеческая натура, человеческая природа, она очень падка на такой способ мышления. Мы обычно так и стараемся мыслим. Не то, что стараемся, мы так и мыслим. Вот знаете, когда, помните, вот конец февраля, 24-26, начало марта, помните, когда вот прям произошло вторжение до Киевской области, вот прям до Киева, вот на улицах Киева, где-то сражение прилетает, там, ты слышишь, на Берестейской, смотришь, такое впечатление, что Тир вышел на улицы. Помните, это на Берестейской, там, возле под мостом была такая бой. И вот в этот момент большинство людей, если ты спрашиваешь, я же общался с людьми, шеф, мы все умрем. Вот знаете, такое состояние, мы все умрем, все будет плохо, все будет тяжело. И я не могу осуждать эту женщину, потому что в этой истории мы читаем именно об этом. То есть это обычная человеческая природа. Мы начинаем метаться среди всех возможных вариантов. Мы перебираем возможные варианты. Один из вариантов убежать, да, кто-то, кому-то повезло, кто-то просчитал правильно и поехал там на Западную Украину, кто-то просчитал неправильно и уехал к северной границе в Белоруссию, в сторону Белоруссии, чтобы спрятаться там, но там не спрятался. Вот кто-то из Киева в Рпень уехал спрятаться. И такое бывало, друзья, неважно, вот это человеческие варианты. Мы просчитываем разные варианты, которые только можно, но по-человечески это нормально. Но вот я хочу, чтобы мы поняли, здесь произошло в этой истории столкновение человеческого с Божьим. Почему звучит, если честно, если погрузиться вот в эту историю, в реальность, которую, картинку того, что там было, я вам хочу сказать, ну поймите, слова Ильи звучат очень странно, согласитесь, но они очень странно звучат. То есть он с какими-то такими странными приходит решениями, которые вообще идут в разрез с логикой человеческой. То есть, ладно бы, если он пришел, ты знаешь, я слуга Божий, так говорит Господь, вы не умрете, поэтому я буду молиться и каждое утро вам буду приносить еду. О, вот это я понимаю, служитель. А тут, вы понимаете, он приходит и он задвигает какую-то вот такую странную идею. Я не хочу сегодня сказать, друзья, о том, что мы должны быть такими, не нужно быть такими. Будьте правильными, будьте Божьими, сейчас мы до этого дойдем. Но что я хочу сказать? Я хочу сказать, Бог дает нам эту историю, я уверен, для того, чтобы мы поняли, что у Него есть Его сценарий на тяжкие времена. Именно поэтому тема проповеди сегодня звучит «Юродство веры в тяжкие времена». То есть из проповеди, наверное, из темы этой вы можете понять о том, что нестандартным решением во времена сложной является как раз-таки вера. Как раз-таки вера, о которой мы говорим. Вера, то есть вера оставаться в вере, жить верой, поступать верой, двигаться верой и так далее. Это «Юродство», то есть это не формат, это неприемлемо, это непохоже, это не такое, как у всех. Понимаете, да? И именно этого, то, чего не ожидают на самом деле люди. Это то, против чего выступает дьявол. Вы замечаете, что дьявол, когда он приходит, кто читал историю, если вы помните, в 1917 году, когда произошла революция, скажите, с чем первым начали сражаться большевики? Против чего, точнее? Против веры. Потому что дьявол, который приносит вот такие события, он точно понимает, что армия, ну это такое дело, там побеждает, проигрывает, проигрывает, побеждает, оппозиционная борьба и так далее. Но если остается вера, то это проблема. И вопрос, как, скажите мне, что необходимо было, или шаг чего необходим был вот этой женщине для того, чтобы услышать Илью и все-таки не съесть и лепешки и умереть потом с голода? Что ей нужно было? Вера. Ей потребовалась вера. Но звучит это очень, я не знаю, как правильно подобрать слово, это звучит, ну такое, ну я все время стараюсь к красивым словам, кощунственно. Вы понимаете, когда, ну вот представьте, приходит к вам человек, вот стучится вам в дверь и говорит, дайте мне денег. Я умираю с голодом, мне ничего есть. И вот что если бы я сказал вам, попросил вас, выйди к этому человеку и скажи сейчас, так говорит Господь, отдай мне все свои деньги и ты не умрешь. Ну вы понимаете, что это звучит просто кошмарно. Вот я хочу, чтобы вы поняли, это именно то, примерно, плюс-минус, что Илья попробовал сказать этой женщине. Вот он ей это сказал. Именно поэтому, друзья, это и есть уродство. Но я хочу дать вам одно такое простое заключение. Записал для себя это заключение, хочу вам его озвучить. Когда все плохо и кажется, что работают только какие-то человеческие действия, друзья, то вера это именно то, что нужно, когда вокруг уже ничего не работает. Мы должны понимать, что сегодня мы оказались, давайте будем так объективно. Сегодня весь мир, да и многие украинцы, мы констатируем факт о том, что то, что Украина сражается 240, какой сегодня там, 7, 6, 8 день? 8. 248 день, сегодня мы сражаемся, весь мир видит это как нечто непонятное. Согласитесь, сопротивление Украины сломало планы многих людей даже, многих стран, многих правительств. Вы понимаете? То есть мы заставили, мы, они вынуждены были сегодня предпринимать, ну срочные, перестраивать срочно свои сценарии. Знаете, я помню по началу войны, кто помнит, когда приезжали сюда президенты разные, помните, приезжали премьеры, все приезжали. Мне казалось, что они приезжали реально посмотреть. Они думали, а может они все-таки их давно уже там победили, а вот это они что-то там себе вещают такое придумывают, что они там сражаются. И мне казалось, что они приезжали посмотреть, а реально ли тут все так. И вот я хочу вам сказать сегодня, друзья, наступают времена тяжкие, и я открою вам так, наступили времена тяжкие. И в эти тяжкие времена одной из их характеристик будет то, что некоторые человеческие сценарии, а я бы даже сказал так, практически все человеческие сценарии не работают. Вот, то есть они не работают. Вы понимаете, сейчас такие времена, кто-то с радостью, а мне жена вчера с радостью говорит, там сказали, что зафиксировали рост цен на яйца. Ну, я не знаю, может да, но мне кажется, что не очень зафиксировали еще пока. То есть может еще дальше расти. Ну, вы понимаете, что все меняется. И я вам хочу сказать, если сегодня ситуация меняется с такой скоростью, что количество человеческих сценариев становится все меньше и меньше, и меньше, и меньше. Помните, когда не было войны, я помню, люди говорили, самое главное, там знаете, вот так вот все описывали. Когда произошло вторжение, через месяца два, большинство, как скажем, идеологов, которые там рассказывают, они просто рассыпались. Они говорят, я не знаю, что делать, я не знаю, что говорить. Ну, попросту, я не знаю, что говорить. Друзья, это является неотъемлемой характеристикой того, что мы пришли во времена тяжкие, во времена темные, во времена непростые. Что здесь работает, какой сценарий здесь работает, повторюсь еще раз, работает только один сценарий. Этот сценарий называется «Вера». Смотрите, эта женщина, когда, помните, ее спросили, ну, он ей сказал, что давай ты будешь мне давать кушать, она ему отвечает на простой вопрос. Вот она говорит ему, сейчас, сделал, приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем. Понимаете, вот она придумала сценарий, она поняла, все сценарии не работают, наверное, остался один сценарий, только умереть. И тут Илья предлагает сценарий, который закончился словами такими. И пошла она и сделала, как сказал Илья, и написано, и кормилась она. Смотрите, тут она говорит, она же не глупая женщина. Ну, есть мамы здесь? Скажите, пожалуйста, мама отдаст последнее для своего ребенка, чтобы он жил? Отдаст, безусловно. Каждая мама по своей природе, она отдаст последнее, она себя отдает. По сути, когда она кормит грудью, она себя отдает. Если вы не знаете, то основа материнского молока – это плазма. Знаете, да, об этом? Это плазма. Материнское молоко – это не молоко, это плазма. Плазма крови – это основа крови. Это то, что помогает организму вырабатывать красные кровяные тельца. Можно сказать, что мама, когда кормит грудью своего ребенка, она отдает ему основу своей жизни. Она буквально кормит, она отдает. Она передает самого себя. И вот эта женщина, я вам хочу сказать, подумайте, ну не подумайте, что она какая-то такая беспечная. И вот этот сценарий, когда она сказала, мы съедим и умрем, что это такое, знаете, депрессивный меланхолик, который говорит, мы все умрем. Нет, я уверен, она лихорадочно искала все возможные варианты, а вот у нее другого варианта не остается. И она говорит, смотрите, как интересно, откуда я это знаю. Потому что прежде чем она сказала, что мы умрем, что она захотела сделать? Она говорит, мы еще приготовим. То есть она пытается протянуть, вы поняли? Она перебирает человеческие варианты, нашла еще один вариант, как можно протянуть. Она придумала, как приготовить эту лепешку. Я не знаю, слышали вы или нет, но, по-моему, то ли уругвай, не буду обманывать вас, не помню, какая-то, а, нет, Гаити, вот что я, Гаити. Знаете, там, где была холера, эпидемия, там, где наводнение, ураган был. Сейчас у них продовольственный кризис. И у них самое популярное блюдо, возьмите, забейте в интернет, они берут глину. В эту глину они подмешивают вот эту половую остатки от того, что перемалывают зерно, картофельные очистки и так далее. Они его сушат, и у них это называется пряники. Они это кушают. Это не национальное блюдо, чтобы вы понимали, которое исторически уходит корнями. Нет, это современное созданное блюдо, которое позволяет этой глине, они забивают себе желудок, чтобы хоть как-то наесться. То есть они придумывают, вы поняли, эта женщина придумала вот такой концепт. Я сделаю это, а потом дальше мы умрем. То есть она нашла самый лучший человеческий вариант. Кто из вас во время войны вы пытались находить какие-то варианты, и как вам казалось, лучшее? Кстати, у нас еще вариантов количество много. Ну, еще есть у людей, правда, варианты, а я то, а я так, а я так, чу-чу-чу, мы. Но поверьте, однажды придет темное время, когда вариантов не будет. И я вам хочу сказать, лучше для вас, для нас с вами лучше, если это время пришло сейчас бы уже. Потому что тогда мы придем к тому варианту, которому подвел эту женщину Илья. Он дал ей вариант, смотрите, в результате которого она не умерла. А что мы читаем? И кормилась она и ее семья. И кормилась, то есть он дал ей вариант, который реально сработал. Сработал же или не сработал? Сработал. Я хочу сказать, у Бога точно так же есть вариант, который сработает. Но что это за вариант? Вот об этом как раз мы сегодня с вами и говорим. Итак, друзья, как это работает? Давайте я попробую вам показать, что Библия об этом говорит, и как это работало в жизни апостола Павла, например. Откроем с вами первое послание Коринфянам, первая глава, простите, с 21 по 23 стихи. Первое послание Коринфянам, первая глава, с 21 по 23 стихи. Смотрите. Ибо, когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, благоугодно было Богу, читайте внимательно, юродством проповеди спасти верующих. Слушайте внимательно. Времена тоже были непростые. Римская империя сдушит. Кто знает историю, первые три века нашей эры Римская империя вытравливала. Буквально император Нерон, он сжег Рим, а обвинил в этом христиан и сказал всех сжечь, всех накол посадить. Содрать кожу с живых. С живых сдирать кожу. И вот смотрите, спасти верующих. О каких временах? Послание Коринфянам, это как раз эти темные времена. Тяжкие времена. И мы говорим о том, чтобы спасти верующих. Спасение верующих. Какое спасение верующих? Так, надо срочно всех, так, в автобус на границу. А, ехать сюда, туда-туда. Мы здесь высадим, здесь поменяли, здесь это все. Это неплохо, это прекрасно. Но послушайте, однажды может прийти Нерон, который вот так вот возьмет всех. И ты ничего не сможешь сделать. То есть выхода не будет, и время реально будет тяжкое. Я еще раз повторяю, сегодня я хочу, чтобы мы поняли, что лучше, чтобы это время сейчас было для нас. То есть не ждать, когда оно придет реально, а поместить самого себя, себя, свою жизнь. Вот позиционировать, что сейчас это время тяжкое. И что спасло? Смотрите, спасло их, как ни странно, извини, назад, юродство чего? Проповеди. Вы понимаете, что в то время все, о чем проповедовал апостол Павел, вот этим Коринфянам, я хочу вам сказать, в то время для них оно выглядело точно так же, повторюсь, как если бы вы пришли на похороны в пляжном костюме и в тапочках. Зимой, в 20-ти градусный мороз. Это юродство. Вы понимаете, они приходили к Павлу и говорили, у нас проблема, нас уничтожают, нас режут, нас вырезают. И он говорит, я дам вам ответ. И он начинает проповедовать им о Христе. Я уверен, даже некоторые верующие друзья, они сказали, знаешь, что Павел, иди-ка ты со своей проповедью. Далеко, куда-нибудь в Рим. Читаем дальше. Ибо иудеи требуют чудес. Слушайте, иудеи в этот момент, Рим, их, все, они говорят, давай нам чудо. Если ты Божий, поверьте, я вам гарантирую, если вы внимательно читаете, я люблю читать между строк, если вы читали внимательно, многие, которым проповедовал апостол Павел и апостолы, были в прошлом иудеями. И знаете, кем они в результате проповеди стали христианами? Слушайте, времена были настолько тяжкие, что говорят, давай хоть Христа, хоть кого. Хоть кого. Если до этого они возмущались, то здесь они говорят, проповедуй. Эллины ищут мудрости. Как справиться с этой навалой Римской империи? Дальше, 23 стих. А мы что делаем? Проповедуем Христа, распятого. Для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Вы понимаете, все, кто попали в эти тяжкие времена, для них проповедь апостола Павла, она была не просто как кость в горле, она была как камушек в обуви, который все время натирают, который непонятно зачем, его нужно выкинуть, но не хочется снимать обувь, и вообще просто ненавидят они его. Вот они ненавидят, друзья. Возникает один вопрос. У меня вот к вам, и я уверен, у вас он должен возникнуть. Так зачем же апостол Павел проповедовал? Почему он проповедовал? Давайте откроем одно местописание также, которое объясняет все, почему он проповедовал. Итак, второе послание Коринфиум, 4 глава, 13 стих. Читаем. Но, имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому проповедовал. Он проповедовал, друзья, потому что верил. Он верил и поэтому он проповедовал. У меня вопрос, друзья. В тяжкие времена, почему многие верующие перестают проповедовать? Почему в тяжкие времена мы начинаем искать выход, которым можно намутить? Почему мы это делаем? Смотрите, он говорит. Имея дух веры, как написано, я веровал, потому и говорил. И мы, что? Веруем, потому и говорим, потому и проповедуем. Что он проповедовал? Христа распятого, который для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Он его проповедует. Почему он проповедует Христа? Просто делать нечего. Просто, знаете, такое, ну время сложное, как бы все равно все умрут, так пусть хоть со Христом. Нет. Друзья, он проповедовал, потому что точно так же, как и Илья, в истории с этой вдовой в Сарепте Сидонской, он знал, что это есть единственный выход. Бог его послал, он снарядил и сказал, я посылаю тебя. Если вы внимательно прочитаете историю с Ильей первой стихи, то вы поймете о том, что Бог ему сказал пойти в эту Сарепту Сидонскую. Он говорит, встань и иди. Написано, и сказал ему Бог, встань и иди. Я хочу сказать, друзья, сегодня Бог точно так же, он обращается к нам. Он обращается сегодня к каждому верующему. У него есть сегодня. Бог заранее, предвидя эти обстоятельства, он родил каждого из нас, чтобы сегодня каждый из нас, друзья, точно так же и здесь, имея этот дух веры, веровал и поэтому что делал? Говорил сегодня. У Бога есть сегодня ответ. И сегодня этот ответ, он сокрыт в своем сердце, он сокрыт в твоих устах. Вы скажете, ну какое это имеет отношение к тому, что цены на яйца растут? А при чем здесь проповедь? А при чем, друзья, при чем здесь Илья с тем, что он говорит, накорми меня, когда у нее ничего нету, а она умрет? Точно так же это не имеет никакого смысла. Но я хочу вам сказать, у Бога это имеет смысл. Зачем, почему, для чего? Честно сказать вам, я не знаю ответ на этот вопрос по правде. Я не знаю, почему сегодня Бог в тяжкие времена, он сегодня говорит церкви своей о том, чтобы она еще усилилась и действовала. Помните книга пророка Даниила? Он говорит, во времена тяжкие, что люди, которые знают Бога, что будут делать? Усилился и будут, а не сбриваться. Усилился и будут действовать. Послушайте, я еще раз повторяю, я не знаю точно, что именно или как должно произойти, но я точно понимаю сегодня, что сейчас, в эти тяжкие времена, друзья, самое важное, в чем нуждается этот мир, поверьте, это вера. Это вера. Даже скажу вам, недобрые дела. Да, даже не добрые дела, но вера. Но мы просто иногда приносим веру в добрых делах. Можно завернуть веру в добрые дела, но они нуждаются в вере. Они нуждаются в вере. Мы, по-человечески, мы лихорадочно будем искать. Наш мозг, он до последнего будет всегда искать какое-то действие. Смотрите, я приду вам пример, почему мы, как люди, мы очень любим жизнь и цепляемся за жизнь. Вы знаете, что иногда люди бывают тонут, слышали такое? Знаете, как определяют патолого-анатом, что человек утонул? Знаете или нет вообще? Они вскрывают и говорят, вода в легких. Смотрите внимательно. Что в легких должно находиться? Воздух. Как человек? Зачем? Логично было предположить, глотай эту воду. Слушайте, человек настолько хочет жить, что он в последний момент, когда его уже мозг практически отключен, он инстинктивно пытается вдохнуть. Он думает, хоть воду вдохну. Вы понимаете, мы, как люди, без Бога, мы лихорадочно ищем вот эти способы, ходы. Мы просчитываем разные варианты. Мы пытаемся еще раз, среди всех вариантов, сейчас надо это делать, сейчас надо этот. Это неплохо, надо делать, делайте. Но я хочу, чтобы мы понимали, это не то, что ищет Бог сегодня. Потому что в сложные времена, в тяжкие времена, мы видим это на примере апостола Павла. Когда Рим уничтожал Израиль, он идет и проповедует. А теперь ответьте мне на вопрос. Сегодня, с высоты 2000 или там с расстояния 2022 года, скажите мне, пожалуйста, оглядываясь на 18 веков назад, так кто победил? Рим или Христос? А как? А вот интересный вопрос, а как? А пришел император Константин, да, не Киричук, но другой. Да, пришел император Константин, который, знаете, сказал, говорит, слушайте, а давайте станем христианами. Я не знаю, как это произошло, друзья, я пока не понимаю еще. Вы понимаете, мы все кричали до начала войны, мы хотим, чтобы Украина изменилась. Друзья, а может быть пришло время включиться? Только как? Кто из вас в этих изменениях мог предположить о том, что, а может давай войну начнем? Никто бы даже не предположил, друзья. И не надо этого предполагать, потому что это находится во власти Божьей. Это в его находится власти, это в его разумении, в его понимании, в нашем понимании. То, что есть в нашей власти, друзья, это вот то, о чем мы говорим. Когда ты попадаешь в ситуацию, когда есть время тяжкое, я расскажу вам сейчас, друзья, о чем, что нужно делать в эти моменты, мы сейчас поговорим. Но перед этим очень важно, хочу сделать отступление, друзья. Когда мы говорим о вере, юродство веры, я хочу, чтобы вы понимали, у большинства людей есть достаточно превратное понимание. Кстати, у большинства верующих людей есть очень превратное понимание о вере, о какой вере идет речь. Для большинства людей слово вера буквально состоит из следующего. Смотрите, попробую объяснить простыми словами. У меня сегодня чего-то нет, и мне это очень нужно, ну, как мне кажется. Мне очень нужно решить эту проблему, мне очень нужна эта вещь. Я обращаюсь к Богу с верой, верой, я забираю у него то, что мне нужно, и попадаю в новое обстоятельство, где у меня есть то, чего мне не хватало, и то, что мне было нужно. Вы знаете, что для большинства людей вера примерно вот эта. Ну, так или не так? Хотите, я вам это докажу? О чем вы молитесь больше всего? О том, чего вам не хватает или хочется. Ну, что, не так? Ну, я не у всех говорю, но большинство. Мы молимся о том, чего нам не хватает. То есть, мы веры буквально, знаете, даже кто-то придумал такое в христианстве, есть такое даже, рука веры. Слышали такое? Кто слышал? Что? Рукой веры мы берем. Рука веры. Только она работает в одну сторону. Работают мышцы-сгибатели. Разгибатели не работают. На! Не, работают мышцы-сгибатели. Инстинкт. Знаете, у нас сюда садится, ложится пушинка. Знаете, есть вот это вот растение такое, кто видел, муха садится на него такими штуками. Видели? Садится муха, и все. Мы вот точно, у нас такой, рука веры с мышцами-сгибателями. Чук-чук-чук-чук-сгибает все. Все, мне, мое. Рука веры должна взять. А рука веры может давать? В смысле? А что, не брать? Но ведь рука веры может давать. Так вот, друзья, о какой вере идет речь? Я для себя записал примерно такая вещь. Смотрите. Давайте прочитаем послание Тимофею. Второе послание Тимофею, 4 глава, со 2 по 8 стих. Тот же апостол Павел, кстати, который говорил о вере, говорит об этих вещах. Второе Тимофею, 4 глава, со 2 стиха. Смотрите, проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Я вам хочу сказать, друзья, это тоже действие веры, между прочим. Почему я знаю это? Давайте дальше читаем, 3 стих. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. Здравого учения о чем? О вере, друзья, поверьте. Но по своим прихотям будут избирать себе учителя, и которые льстили бы их слуху. Дальше. И от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем. Переноси скорби. Совершай дело благовестника. Видите, начинает развивать картину. Что делать во времена скорби? Смотри, переноси скорби. И во времена скорби что делай? Совершай дело благовестника. А я думал, надо спрятаться куда-то. Он говорит, совершай дело благовестника. Исполняй! А у меня сейчас одно служение, выжить. А в мирное время у тебя тоже такое служение было? Там написано свое служение. Дальше. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. А теперь смотрите внимательно. Подвигом добрым подвязался. Течение совершил. Сохранил веру. Заметьте, не ту веру, которая... А еще вот это. А еще вот это. А какой вере, говорит апостол Павел? А вере, которая позволяет тебе в тяжкие времена сохранять себя на пути истины. Еще раз говорю, в тяжкие времена сохранять себя на пути истины. В истине хранить себя. Вот вера, друзья, вера она для того, и вера о том, чтобы в сложные времена сохранить себя на пути этой истины. Вы понимаете? Сохранить себя на пути истины. все равно сохранять себя на пути истины. Я приведу вам один интересный пример. Это я слышал от одного служителя, уже такого в летах, в возрасте. Когда закончилась Вторая мировая война, вы знаете о том, что очень много мужчин погибли, к сожалению, на фронте. Очень много мужчин погибли и так. В общем, война это страшная штука. И в Пятидесятнических церквях был такой момент, что он говорит, в церкви из, например, 200 человек, если было 100 мужчин, 100 женщин до войны, то осталось, например, 100 женщин и 3 мужчины. И он говорит, наступили такие времена, когда сестрам не за кого было выходить замуж, а они же растут, а замуж-то хочется. И он говорит, они тогда приняли решение о том, что окей, раз такая ситуация, давайте так, будем мирских брать и молиться, чтобы они потом, ну, выходить за них замуж. Они разрешили, выходите за мирских замуж и потом приводите их к Богу и так далее. И началось, кто-то пришел, кто-то, конечно, отошел. Большинство, хочу вам сказать, отошли от Бога в результате такого решения. Но тут был интересный один момент, так что же делать? Понимаете, друзья, вот сейчас мы тоже находимся с вами в таком моменте, когда у нас мы подошли, каждый из нас, я уверен, мы подходим к моменту, когда слышать голос Бога является необязательным, неким необязательным действием. больше сейчас для людей становится важно слышать голос разума, нежели голос Бога. Больше важно, вера больше должна отталкиваться от каких-то человеческих вещей. То есть, ага, я вижу вот это и вера, я это получаю. Оно так не работает. Вера не об этом. Апостол Павел говорит, я течение совершил и веру сохранил. Сохранил. И давайте еще, восьмой стих. И он говорит, и теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день он и и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Друзья, вера, слушайте, это не для того, чтобы выжить в сложное время. Вера это для того, чтобы сохранять себя на путях Божьих в сложное время. Потому что я знаю, что он грядет. Человек, который забывает о том, что Господь грядет, он готов отступить. Знаете, как я сейчас говорю, сделаю сейчас, а потом покаюсь. Вот, так оно не работает, вы понимаете? Сохранить веру или совершить веру, это означает сохранить себя на путях истины. У меня такой вопрос. Вот кто из вас хотел бы быть, как Илья, в помазании Ильи двигаться? Хотел бы кто-то или нет? В помазании Ильи есть такие? Кто еще хотел бы? Поднимите руку. Кто хотел бы в помазании Ильи двигаться? Вот как Илья, в такой силе, в такой славе. Хотел бы. Постровать, можно на секундочку? Раз ты хотел. Ну, ты же хотел. Вот. А теперь давайте сделаем таким образом. Так, 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 я еще просчитываю быстро. Так. О, Танюш, можно на секундочку? Ты все равно пела. Сегодня уже на сцене была. Иди сюда, иди сюда. Вот смотри, у Танюши есть сын. Есть теперь невестка, еще поздравляем. Вот. У нее есть муж, который сейчас служит на войне. Есть свои заботы и так далее, и так далее. Труд, ну, работа не просто, правда, сейчас тоже не все так легко. Вот. И вот, смотри, ты хотел двигаться в помазании Ильи. Я хочу, чтобы вы поняли, друзья, насколько реально, или точнее нереально порой бывает то, что мы себе хотим. А теперь смотри, ты можешь вот на полном серьезе прийти сейчас к Тане и сказать, Таня, у тебя плохо, ты одна, сейчас обеспечишь, плюс тебе нужно еще Валерия отправлять что-то туда. А моей семье сейчас сложно, я хочу, чтобы ты поддержала меня. Сейчас совести хватит? Да, конечно нет. Хватит совести? Нет. Вы понимаете, друзья, с чем столкнулся Илья? Тут ему женщина говорит, я сделаю сейчас последнее для своего сына и умру, и он должен ей прийти и сказать, перед тем, как ты сделаешь последнее для своего сына и умрешь, накорми сначала меня. Вы понимаете, друзья? Вы можете себе понять, что вообще Ильи происходило в голове? Стыдно, скажи. Ну, вообще, это же ненормальная штука. Вы понимаете, в пору было бы сказать, слышишь, я не знаю, я тут давай пройдусь по городу, может, что-то найду для тебя. Он говорит, нет, ты сделай что. Кто мне скажет, почему так поступил Илья? Бог сказал ему это сделать. Вы понимаете, друзья, вера, она всегда, практически всегда вера будет юродством, потому что она бросает вызов здравому смыслу, она бросает вызов логике. В сложные времена, еще раз повторяюсь, еще, она выглядит в сложные времена еще более кощунственно. И вот сегодня, вы понимаете, я испытываю примерно это, когда я говорю во времена тяжкие, я говорю, давайте возьмем наши десятины пожертвования. Когда я прихожу людям и говорю, а как у тебя сейчас с десятиной? Вы знаете, как мне это сказать? Вы даже себе не представляете, как это говорить. Но я знаю, что это правильно, потому что вера, еще раз повторяю, это не о том, чтобы получать что-то от Бога, а вера это для того, чтобы сохранить себя тогда, даже тогда, когда то, что ты собираешься делать, выглядит очень странно и как-то даже бессовестно, правда? И вот вера, она все равно для того, чтобы это делать. Она тебя не просто ставит, ты еще и пройти их должен. И совершить веру, это означает пройти их с достоинством. Как бы ты испытывалась бы тебе поострование с такими идеей пришел? А теперь, говорит, еще содержи нашу семью. Правда? А он с верой приходит и стучится, говорит, Таня, так возвращаемся к нашему вопросу. У меня еще и у Ани нужда теперь появилась. А Таня бы сказала, вы что, с ума сошли? Оба сразу. Спасибо. Извини, ну, ты же захотел быть, как Илья. Вот, побыл немножко Ильей. Вы понимаете, друзья, он реально в этих обстоятельствах, ну, нарисуйте себе эту картинку. Ну, представьте себя там, он же в этом жил. И вот Илья попадает в эти обстоятельства, друзья, и вот он так живет. Поэтому вера Божья, это хранит свою жизнь на пути истины Слова Божьего, даже тогда, когда времена тяжкие. То есть даже тогда, когда тебе совсем тяжко, я не говорю, что нужно теперь ходить, ну, разве что, если Бог вам только не сказал, ходить к Тане Батраке, оббивать у нее пороги, чтобы она отдала вам свои деньги. Если Бог вам это сказал, сделайте. Ну, Тане тоже Бог говорит, не переживайте. Как быть, очень просто обращаться к Богу. Я написал себе так, предназначение веры, это не подарить тебе желаемое, а скорее сохранить жизнь христианина на путях истины Божьей во времена, когда совсем все плохо. Когда все совсем плохо, сохранить свою жизнь на этом пути, вы понимаете? Продолжать сохранять свою жизнь. Знаете, мне пришлось за время войны, признаюсь вам честно, как пастору, мне пришлось реанимировать некоторых людей. Я сейчас не о дыхании, рот в рот имею в виду, а реанимировать духовно. Ну, просто, чтобы не подумали, что... Ну, думали уже, наверное, что я там кого-то реанимировал, воскрешал кого-то. Нет, никого не воскрешал пока. Пока никого... Реанимировать в плане того, что реанимировать в плане веры, потому что, ну, ты служишь, все плохо, все бегут, надо бежать, куда? Не знаю, все бегут, а куда ты будешь бежать? Я не знаю, за всеми. Так их выпустят, а тебя нет? Не знаю, я буду бежать тоже. Понимаете, друзья, во времена тяжкие твоя вера должна сохранить тебя на пути истины. То есть, знаете, мне понравилось в начале войны, я не помню, от кого я услышал одну вещь. Или сам я сказал, не помню, короче. Ну что, ну я не помню некоторые факты, простите. Когда ты не знаешь, что делать, лучше не делай ничего. Или продолжай делать то, что ты делал всегда. Если Бог тебе ничего не говорит, продолжай делать то, что ты делал. Какая проблема? Почему надо все бросить? Почему тяжкие времена становятся некой такой, знаете, причиной для того, чтобы начать делать что-то другое? А что другое? А я не знаю. Друзья, тяжкие времена, это повод для того, чтобы приблизиться к Богу. Я хочу прочитать еще одно место из Писания, которое тоже подтверждает то, о чем я говорю. Откроем первое послание Петра, первая глава, шестой и седьмой стих. Смотрите. Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Мы попали сейчас в искушение испытания? Проходим их? Проходим. Он говорит, что надо сделать? Потерпеть. А почему? Смотрите. Седьмой стих. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. То есть золото, когда переплавляется, оно гибнет. А вера, когда она проходит тяжкие времена, она не гибнет, а становится какой? Твой испытанной, сильной. Она чистой становится. Вы понимаете? Сегодня, друзья, оказывается, действие веры нужно не для того, чтобы выжить, а для того, чтобы твоя вера оказалась чистой. И дальше написано, к похвале и чести в славе явления Иисуса Христа. Когда придет Христос, он ищет так же, как он и искал тогда веру на этой земле. Неужели вы думаете, он ищет веру, которая самого человека, наиболее одаренного в плане стяжания каких-то благословений? Если все так, друзья, тогда, наверное, Копперфильд один из самых лучших, а то еще, может, я не знаю, Дональд Трамп. Это одни из самых лучших людей веры, потому что они получают многое. Но вопрос же не в этом. Твоя вера должна остаться. Что такое вера? Еще раз. Определение веры очень простое. Вера – это вот эта внутренняя способность, уверенность в невидимом Божьем Слове и вера для того, чтобы оставаться на путях Божьего Слова, когда вокруг все остается плохо, когда все плохо, когда все пропало, когда все бегут, когда все сбегают. Остаться в этот момент. Остаться в этот момент. Знаете, мне на память пришла история одного человека. Это такая смешная, конечно, немножко, может, ироничная, покажется, история вам. Но она очень такая, в ней можно взять урок для себя. Кто слышал о крушении корабля «Титаник»? Слышали когда-то? Вы знаете, сколько людей там погибло. Но был один человек, друзья, который не только выжил, он выжил и дожил до 93 лет. Это был человек, я не помню точно, кем он был там, что-то работал, по-моему, если не ошибаюсь, то ли поваром, то ли где-то в поварском отделе. Но он любил очень немного, ну, вот это дело, вы поняли. Все. Вот. И он такой интересненький был типок. В общем, его застало крушение «Титаника», когда он сидел и пил. Он начал помогать людям. У него там было забронировано, как у члена команды, было забронировано место в шлюпке. Он отдал это место в шлюпке. Он отдал его. Кстати, в фильме «Титаник» вы можете посмотреть, когда там «Титаник» уже последний человек идет прямо на корма, опускается, опускается, последний человек там бутылку пьет. Это он. Это о нем история, реальный человек. Вот. Что он делал после этого? Он отдает свое место. И все же на шлюпках, а «Титаник» тонет, а места нет. Знаете, куда он пошел? Он пошел в свою каюту опять бухать. Он сидит и пьет. Потом, когда говорят «Титаник» уже тонет, он выходит на палубе и опять пьет. В общем, находясь в воде, он продолжает пить, выживает и доживает до 93 лет. Слушайте, хороший урок постоянства. Почему мы, друзья, когда «Титаник» начинает тонуть, мы теряем веру? Я сейчас не об этом деле, вы поняли? Не надо пить. Это не то. Я понял? Ну, он сохранил. Смотри, сохранил веру в это дело. Ну, почему мы теряем эту веру? Ну, почему у нас начинается судорожное бросание, паника? Знаете, мы кидаемся, мы ищем. Мы в панике начинаем дергаться. Ну, сохраните эту веру. Сохрани эту любовь. Сохрани свое служение. Сохрани, продолжай его сохранять. А каким образом это накормит мою семью? А кто тебе сказал, что вдова в Сарептиседонской, друзья, она тоже так не мыслила? Или ты чувствовал себя удобно, пастор Ваня, выпрашивая у Тани деньги? Неловко. Но он продолжает сохранять свою веру. Так вот, друзья, как тебе сохранить веру? Дам простые уроки, которые помогут вам. Первое, друзья. Третья книга царств. Откройте, пожалуйста, второй стих. Третья книга царств, 17 глава, второй стих. И было к нему Слово Господне. Друзья, первый способ, как сохранять себя на путях веры, на путях веры, как вот это иметь уродство этой веры, еще раз, как иметь это уродство веры во времена тяжки, слушайте внимательно, имей Слово от Бога. Имей Слово от Бога. Получи Слово от Бога. А теперь слушайте внимательно. Сейчас для всех, кто самый хитрый, слушайте внимательно. Кому из вас Бог сказал о вашем призвании, например, задолго до войны, там, ну, когда-то лет 5, 8 назад, 9, 14, я не знаю. Есть такие люди, кому Бог говорил, как Он вас видит? Говорил, да? Так ничего не поменялось. Я вас обрадую, ничего не поменялось. Потому что если поменялось, тогда вам тогда не Бог говорил. Потому что Бог говорит, и Он говорит Его Слово, да и аминь. Имей Слово от Бога. То есть получи это Слово от Бога. Может быть, кому-то нужно сейчас получить это Слово. А может быть, кому-то нужно вернуться к Слову, которое Бог тебе дал. Так сейчас же времена тяжкие. Пастор, если тогда было сложно найти финансирование, то как сейчас найти финансирование? Так а кто тебе сказал, друзья, что Ильи было легко находить финансирование, вот в той Сарепти-Сидонской? Возможно, сейчас это финансирование как раз, как раз это финансирование сейчас, ты подошел к тому, что оно возможным станет. Знаете, в японском слове, в японском словаре или языке нету слова «кризис». В японском, ближайшее слово в японском языке, которое соответствует слову «кризис», это слово какое? Возможность. Возможность. То есть возможность. Имей Слово от Бога, потому что для тебя сегодня это возможность. Стой на этом слове. остановись на этом слове а если у тебя никогда не было слова получи тогда это слово но только не такое слово господи а ты не хотел бы мне сказать чтобы я вот это это и это не что он хочет знаете я заметил я заметил что ну давайте скажу так я не понимаю до конца как этого объяснить еще пока не нашел определений когда мы женились женой у нас так мы выросли в этом я читал это в библии кто хочет со мной поспорить откройте бытие 6 главу и вы прочитаете что бог бога огорчает когда мы пренебрегаем его словом пренебрегаем его мнением в выборе спутника жизни там написано написано и огорчился господь что сыны божьи пренебрегали пренебрегали им они выбирали супругу какую кто хотел сами себе о красиво беру длинноногая беру волосы классные черные берута конец и дыме однажды станут что потом и толстыми еще могут стать не дай бог или ноги или ноги вы понимаете то есть смотрите друзья так вот что я заметил мы выросли в том что я я молился я пришел жене гри суша это откровение награду теперь я буду молиться и она молилась почти три месяца пока бог не проговорил сегодня пастор а как он будет говорить а как он может сказать о как их слушай хорош ну хорош меня мучает походу ты не хочешь слова бога походу ты хочешь индульгенцию чтобы не получать его понимаете мы не перестали ожидать слова бога мы не хотим его ожидать мы томительно нам его ждать стало томительно я уже просто два часа молился и постился нет ответа от бога ну так и чего меня есть вещи о которых 27 лет молюсь пока нет ответа еще так что может прекратить молиться у меня нет у кого понимания пока я пока продолжаю молиться о них пока не получилось но я пока продолжаю молиться чтобы нет но я жду слова от бога давайте мы не будем как саул который знаете посмотрел нету елисей говорит короче сами совершим жертву и самое интересное как только они начали совершать жертву тут же приходит елисей говорит ай-яй-яй-яй самую прости ай-яй-яй как вы могли не дождаться меня так и здесь имея слова бога это первый способ как сохранять себя на путях веры 2 друзья осуществляют слова особенно в тяжкие времена знаете что я заметил я заметил что тяжкие времена становятся такими с английское красивое слово excuse оправдание оправдание для людей тяжкое время нынче заметьте что сделал когда или я когда бог ему сказал это слово что он сделал встал и пошел встал и пошел делай а вот я не по это сложно да кто сказал что это просто вера она вообще это не простая штука правда знаете в начале войны я молился и когда у нас устал вопрос помнишь пастор вам мы говорили когда помогать людям и так далее я же мы распределили роли я говорю ну давайте я буду отвечать за то чтобы помогать там финансирование искать я прихожу к богу потому что я знаю что финансирование найти в обычное время его найти не просто а в тяжкое время кто понимает что еще сложнее найти правда я прихожу господи ну как ну что ну знаете какой мне бог дал ответ вы удивите сейчас ну прям вообще ну это прям для меня это звучало честно как издевательство я молюсь господи как найти это финансирование и бог не дает такое слово за время войны я хочу чтобы ты ни одному человеку не сказал нет на его нужду и просьбу а можно как-то расшифровать откуда деньги брать на то чтобы никогда не сказать нет ну вот понимаешь я не понимаю то есть понимаете ты ждешь слова где где брать куда пойти у кого истребовать понимаете дайте мне эту вдову из сарепты седонской они знаете такие они говорят а у вас нету генератора одного или двух лучше и такой откуда мне еще давай будем искать и знаете что заметил за время войны это очень интересно всегда бог открывает какие-то двери он всегда начал открывать двери почему потому что надо слово если ты получил надо его совершать совершать слова надо совершать слова не сидеть бог мне говорил о евангелизации так иди евангелизирую сейчас это никому не нужно серьезно а что вы думаете тот или я сильно нужен был той вдове в сарепте седонской я я уверен или я шел знаете в эту среду седонскую а там голод вы понимаете это же не одна вдова голодала там все голодали и он из всех набирать еще выбирает именно ту которая еще меньше всего и говорит я хочу чтобы ты к ней пошел друзья поймите слово божье бог посылает для того чтобы мы его исполняли а если вы перестанете его исполнять он перестанет говорить потому что он не видит смысла говорить тому кто не собирается исполнять и слово божье она не является словом которым будет знаете такое молоко и мед я не знаю но если вы читаете внимательно библию помните богского я введу вас землю которую ведет течет молоко и мед кто помнит вы знаете что это с моей точки зрения когда читал в здравом смысле уже знаете такое уже более верующий это он их развел вы прочитайте внимательно когда они перешли через иерихон прежде чем они дошли в обетованную землю вы прочитайте сколько им воин пришлось пройти я уверен друзья что там не молоко и мед они дошли в эту землю говорят потому что на самом деле если вы знаете земля обетованная земля в которой течет молоко и мед это земля современного израиля чтобы вы понимали друзья там ничего не растет это сухая выжженная земля но благодаря мудрости которую бог им дал они сделали там систему орши оршения капельного оршения не собирают по четыре урожая в год она стала землей обетования она стала землей в которой течет молоко и мед потому что бог сказал им это когда они приняли они сделали они превратили эту землю в место где течет молоко и мед когда сегодня бог говорит тебе а шутер алина молоко мед не мимо они не пойду бог говорит тебе сегодня чтобы ты шел туда шел туда знаете мне один человек спросил как люди дают деньги ты знаешь я никогда моя жена знает не вру перед богом говорю я никогда ни у кого ничего не просил скажи я не люблю просить я не понимаю как мне стыдно просить когда мне бог сказал о том что никогда не откажи людям начал перебирать возможные варианты единственный вариант которому пришел ему придется просить и знаете что получилось я начал просить оказывается люди там мы искали кому дать и тут до меня дошло о том что иди и делай не надо рассуждать просто иди и делай пытайся старайся потому что я заметил война какой-то такой на дико а можно это не делать а домашнюю группу а можно сейчас не проводить еще не проводишь домашнюю пасу война так а шоу война так ты еще больше ее проводить по пять раз теперь проводи я благодарен богу за молитвенный марафон а потом сижу помните мы начали в 8 утра куда вы еще в 20 а потом а давай еще пост добавим а давайте друзья мы с вами будем двигаться верой третий пункт как сохранять себя на путях веры во времена тяжкие 3 будь готов к тому что твой выбор будет выглядеть именно как юродство для многих людей послушайте друзья это юродство для многих людей поверьте это юродство то что мы с вами сегодня даже собираемся для кого-то это юродство уже то что мы с вами рассчитываем что у меня вчера один человек спросил и такая а я был точнее на этом сам на там христианском одном канале позавчера и они говорят так а откуда вы берете деньги для этого как город куда церковью собираем я понимаю что для людей это вообще нестандартное решение тут надо помогать а мы собираем чтобы помогать это понимаете такая нестандартная штука будьте готовы что если вы двигаетесь верой для многих людей это будет выглядеть странно более чем более чем четвертый пункт как сохранять себя на путях веры четвертый совет проповедую веру божью другим своей жизнью в тяжкие времена понимаете в простые времена мы проповедуем словами мы рассказываем и так далее в тяжкие времена проповедую своей жизнью вы знаете что многие люди им вообще абсолютно плевать на самом деле что вы там рассказываете вы когда-нибудь пропали пьяному здоровому мужику возле метро объяснить что такое бог еще такой троица пробовали помощи все равно что ты рассказываешь ему интересно с тобой разговаривать по что ты бухтишь а ему так хорошо уже ищет какого-нибудь пообщаться и тут ты нашелся и вот он начинаете рассказывать как мы с пьяным пропали про пьяному проповедовать он начнет подожди а я еще скажу а у меня у вас вообще все равно что ты рассказываешь поэтому не надо не надо слов ты начни разговаривать начни делать начни что-то осуществлять и тогда ты двигаешься верой ты верой осуществляешь и последний пункт друзья которые я себе вот так написал он очень простой понятный позволь твоей вере принести славу и величие богу знаете еще раз верну нас к тому о чем мы чаще всего думаем или что мы себе представляем когда мы говорим о вере как что-то у бога получить а вы никогда не задумывались о том что вера может стать тем что в конечном итоге может вы останетесь даже и ни с чем но она принесет славу богу вы никогда не задумывались о том что вера в концепции веры в сущности веры может быть что-то что оставит вас может быть даже еще в худшем состоянии, но может прославить Бога. Нет, он прежде чем прославиться, должен мне сначала дать побольше. А потом уже пусть он прославится. А вы никогда не задумывались, что вера это возможно отдать. Кто из вас верой может взять? А верой отдать? А это уже как-то сложнее, правда? Веры не хватает на то, чтобы отдать. Вот веры хватает, чтобы взять, а чтобы отдать, пока не хватает. Так вот, друзья, позволь твоей вере принести славу и величию Богу. Подумай о том, возможно, твоя вера сегодня не для того, чтобы изменить твою жизнь к лучшему, а возможно, твоя вера, чтобы Бога прославить. Но поверьте, если, помните, он что сказал, говорит, прославляющих меня, просто помните об этом. Просто помните об этом. И даже если вы ничего не получите, но вы прославите его, поверьте, вы в накладе не останетесь. Последняя мысль, которую записал для себя в проповеди, звучит сегодня следующим образом. Проповедь твоей веры в тяжкие времена это проповедь самой твоей жизни. Друзья, пришло время начать жить, как верующие люди. Здесь есть верующие люди? Я вас поздравляю, друзья, мы попали в тяжкие времена. Еще раз, тема проповеди звучит, друзья, тема проповеди звучала следующим образом. Юродство веры в тяжкие времена. Все очень непросто. Еще раз говорю, я знаю, я знаю. Поверьте, я раньше не знал, сколько стоят яйца, сейчас знаю. Знаю. Как мне Богдан сбросил. Помните, вот эти, кто помнит, были такие в Советском Союзе кошелочки, ну не кошелки, а такие пластиковые, помните, были для десятка яиц, для двух десятков, для трех десятков. Вот, и он мне сбрасывает фотку, там, где, знаете, он приносит ей подарок, ну парень девушке приносит подарок, вот эта вот пластиковая сумка с тремя десятками яиц, она говорит, Боже мой, ты меня балуешь, никто еще никогда не дарил мне таких дорогих подарков. В наше время, друзья, таки это правда. Но я вам хочу сказать, друзья, я верю, что Бог будет давать кому-то из нас с вами веру для того, чтобы даже осуществлять и такие иногда вещи, иногда и такие вещи, возможно. Давайте склоним нашу голову и будем молиться сейчас. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, Боже, мы сегодня благодарим Тебя, мы славим, величаем Тебя, благословляем, Боже, Твое имя. И, Господь, сегодня мы осознаем вполне, Господь, о том, что времена-то тяжкие, но вера Твоя, Господь, она становится еще больше, как чистое золото, Господь. Ты хочешь, чтобы она стала в жизни каждого из нас. Боже, мы сегодня доверяемся Тебе, что Ты сегодня одеваешь наши слова, наши поступки, наши действия. Ты хочешь одевать и пропитывать этой верой, Боже, во имя Иисуса Христа. И я молюсь Тебе, прошу, Боже, если сегодня Ты видишь о том, что кто-то из нас ослаб в вере. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты дал этой милости пройти все верой во имя Иисуса Христа. Тебе слава, Тебе величие, хвала и честь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Слава Богу, друзья. Слава Богу, друзья. Продолжение следует...